Налаживать контакт между жителями, органами местного самоуправления и управляющими компаниями призван образовательный проект в сфере ЖКХ Московской области «Город учит город». Он стартовал весной 2015 года в Одинцовском районе и городе Лобня. И вот занятия уже проходят в Щелковском районе. Понять проблемы каждой стороны, обсудить вопросы, изучить нововведение в законодательстве, а также наладить взаимоотношения сторон участникам проекта помогают психологи. В процессе живого общения слушатели смогут узнать больше о работе ЖКХ, задавать вопросы и совместно решать возникающие проблемы. Я считаю, что если люди тем более пришли, значит это нужно. И звонков много было. Хотя я думала, что будет больше человек. Но может быть то, что время не у всех есть. Может быть потом подстроимся, сделаем какие-то группы выходного дня или вечерние. То есть какие-то варианты. Возможно, если это будет нужно. Но я думаю, что будет востребовано. Город учит город. Именно так называется цикл тренингов, призванный вооружить знаниями всех участников управления и эксплуатации жилых домов. Именно здесь здание Московского областного профессионального колледжа национных технологий проходит первое занятие для участников тренинга. В проекте принимают участие собственники домов, председатели советов многоквартирных домов ТСЖ, ЖСК и представители управляющих компаний. Специалисты рассказывают слушателям об управлении многоквартирными домами, о строительных конструкциях зданий, о технической эксплуатации содержания дома, о капитальных ремонтах, о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и порядок их оплаты. Своими глазами собственникам можно будет увидеть в работе всю систему ЖКХ и понять причины всевозможных проблем. Они на примерах своего дома будут делать расчет, они будут проверять управляющие компании сами, и это, конечно, и вызывает большой интерес с их стороны, и в то же время они разбираются в ситуации, и у них уже меньше возникает нареканий относительно управляющей компании, что позволяет снять конфликт. Это, наверное, одно из самых главных достижений, что житель и управляющие, эксплуатирующие организации не конфликтуют, а живут мирно в понятии. Перед стартом обучающих семинаров тренинги проходили и для лекторов проекта, специалистов-практиков. Именно им с этого дня предстоит вести диалог с жителями и рассказывать о всех тонкостях работы системы ЖКХ. Я пришла потому, что мне хотелось бы обновить то новое, что появилось в сфере управления, в сфере организации работы ЖКХ. Все-таки я ЖКХ начала вплотную заниматься где-то с 67-го года. Это очень сложно, очень нужно, хотя приходится, в общем-то, занимаюсь немножко и дома, но хочется послушать, что есть здесь. Проект включает в себя 130 часов лекций, практических заданий и контрольных работ, посещение муниципальных предприятий и участие в круглых столах. Как отмечает директор оператора проекта Московского областного учебно-курсового комбината ЖКХ, после окончания курса каждый участник должен будет написать своеобразную дипломную работу, чтобы окончательно закрепить полученные знания. Видела настроение тех жителей, которые прошли первый курс обучения. Я видела те лица, которые еще не проходили и только были собраны на второе прохождение. У них было больше взаимопонимания, нежели те, которые только пришли на этот курс. Они такие были, ну, как-то ежики такие, скажем, вот. Как бы из этих ежиков, чтобы они ежики свои колючки убрали и стали просто доброжелательными. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова